Это очень личная программа о принципах и правилах жизни. Наш сегодняшний гость – музыкант Олег Акуратов. Наш разговор о таланте и о человеческой воле. Я хотел бы начать с того, что Олег Акуратов – это уже бренд. Вы привыкли к популярности? Как вы к ней относитесь? – Достаточно очень хорошо, потому что меня радует то, что меня узнают и ко мне относятся с большим уважением. И слушают мою музыку, и ходят на мои концерты. Субтитры создавал DimaTorzok – Скажите, Олег, вы очень рано стали музыкантом. А вы помните, как вас впервые поразила музыка? – Помню. Мне родители купили инструмент фортепиано, который называется «Кубань». Я стал на нем играть. У меня такая очень интересная семья. Практически вся состоит из музыкантов и профессионально занимается музыкой. И мой брат Антоша, Марк, занимается музыкой. Антоша играет на гитаре, Марк играет на барабанах. – И просто оркестру. – Да. Антоша еще и поет. Он любит рок-музыку советскую, зарубежную, иностранную. – А что вы подобрали первое на музыкальном инструменте? – В «Опале береза» стояло. – Сколько вам было? – Ну, мне было лет… года три. А потом уже пошло концерт Чайковского и стал играть в это же время, где-то в детстве, где-то года в четыре. – В четыре года вы стали играть? – Первый концерт Чайковского. – Ну так, просто первый концерт Чайковского, да. – У вас было очень много учителей, родителей, музыкальная школа, «Ростовская консерватория». Кто самый важный для вас учитель и с кем советуетесь, может быть? – Вы знаете, все, что вы сейчас назвали, это для меня вообще очень дорого. Все школы, все учителя, все занятия очень дорогие. Каждый учитель, он давал различные советы, различные способы, как преподнести музыку, как донести ее до зала, как сыграть, как проинтонировать, какие средства музыкальной выразительности должны быть при исполнении той или иной музыки. Все это мне давали учителя и Армавирской музыкальной школы, и Ростовской консерватории, и Московское эстрадно-джазовое училище. Я всем благодарен. Ростовская консерватория Скажите, Олег, вот это обучение, оно же очень специально, вы же нотами не пользовались? Пользовался, пользовался. Я пользовался нотной системой Брайля, очень интересная система, но когда ты изучаешь очень интересные, грандиознейшие, сложнейшие произведения, такие как Аппо-Сенату Бетховена или вторую Сибемоль-минорную Сенату Шопена, то, конечно же, отнимает это много времени, потому что Брайль, он дает различные вещи, допустим, ты разбираешь, когда произведение, то есть ты сразу двумя руками играть не можешь. Ты сначала играешь одну руку, потом вторую руку, а потом только соединяешь. Мне кажется, что когда мы говорим об учителях, нужно особенно выделить вашего отца, который так много сделал для вас. Мой папа всегда делает, и делал, и делает, и будет делать, и он меня сопровождает. Мы ездим с ним по городам. Вот папа вам описывает людей, с которыми вы встречаетесь, как они выглядят, сколько им лет? Ну, конечно, конечно, описывает. Вот этот человек такой-то, такой-то, он дает характеристики всякие различным людям. И это, наоборот, хорошо, потому что ты должен знать человека, как он выглядит, чем он занимается. Может, он музыкант, может, он биограф, может, он геолог, может, он, я не знаю, там, поэт. Я поэтов очень люблю, потому что я сам люблю поэзию, люблю читать стихи. Олег, у вас в жизни была такая встреча, наверное, незабываемая, это Людмила Марковна Гурченко. Людмила Марковна сняла единственный фильм в качестве режиссера, который назывался «Пестрые сумерки». Этот фильм был, собственно, о вас. В титрах фильма значится, что музыка и исполнение песен ваши. Да. Как эта встреча состояла? Почему вдруг Людмила Марковна так обратила на вас внимание? Расскажите предысторию. Дело в том, что, я расскажу вам эту историю, встреча была такая очень неожиданная. Есть такая певица, она же композитор, она же поэтесса, она же все, и пишет музыку, и стихи. Раиса Саид-Шах. Саид-Шах? Да, Саид-Шах. Она мне предложила пойти покушать в центральный дом литераторов. Так. Мы там просто кушаем, общаемся, да, сидим, разговариваем. И вдруг, ни с того ни с сего, откуда ни возьмись, встретилась с нами Людмила Марковна. Она такая говорит, «Ой, здравствуй, голубчик, это я, Людмила Марковна. А я говорю, это я, Олег Акуратов. Я, говорит, тебя знаю из встречи с Михаилом Моисеевичем. Михаил Моисеевич, окунь, пианист. Он рассказывал ей, что есть такой ученик, парень, который... Кто такая Бурченко, вы знали к этому времени? Да. Естественно, знал. Естественно, знал. Вот. И так неожиданная встреча была, что просто это не было ничего не запланировано, ничего. Абсолютно. И вот так вот. И она говорит, «А давай споем песню?» «Тишина за Рогожской заставою». И все, с этой песней началось. Но потом я уже понял, насколько важно актерское мастерство. и я какие-то приемы научился у нее делать. И это, на самом деле, очень так интересно. Но как вы к фильму подошли? Это уже позже было. Это уже позже было. Это позже было. Не прям сразу. Да. Не прям сразу. Это был 2008 или 2009 год. Я просто начал записывать какие-то там саундтреки и рояльные, и какие-то вокальные пьесы. Так потом родился фильм «Пестрые сумерки», который принес вот такую вот очень интересную жизнь. Эй, парень! Ты зачем наврал таксисту, что я тебя жду? Я не врал. Ты, Анна? Анна Дмитриевна. Откуда у тебя мой адрес? Я Олег. Из Воронежа. Из Воронежа? Ну и что? Ничего. Эй, 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 осторожнее, осторожнее, парень! 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 Меня озвучивал там главной роли Дмитрий Кубасов. И вот он говорит, что я из Воронежа, но просто это как бы пародия. Это неправильно. Потому что я ни из какого Воронежа ничего. Это просто такая очень интересная... Ну, это уже литературная версия какая-то. Да. Вам что, обидно, что Нибы сыграли главную роль? Ну, нет, не обидно. Ну, может быть, в какой-то степени обидно. Но я как бы об этом не думал, что мне там обидно, не обидно. Я... Просто моя миссия была выполнена таким образом, что я должен был просто играть или исполнять какие-то вокальные номера. Алло, алло, вы говорите, не молчите. Алло, алло, что вы молчите, не молчите. Молчание, не всегда молчание, Как много может рассказать молчание. Так говорите, не молчите, Я слушаю, вы шутите. Простите. Но это же, в общем, фильм частично о вашей судьбе. Да. Фактически о моей судьбе. Но самое главное, там это была как раз моя музыка и мои песни. После того, как фильм вышел, у вас какие-то отношения с Людмилой Марковной Гурченко сохранились? Или фильм поставил в них точку? Ну, нет. Я потом после этого и с ней не встречался. Но, нет, я даже поздравлял ее с днем рождения. Освящал ей песню, свою собственную, которую написал. И вот, потом после этого все. Передают по телевизору, что она умерла. Олег, я хотел бы еще несколько слов об одном вашем учителе, об Игоре Бутмане. Как вы оказались в его оркестре? Что дает вам работа с ним? Дело в том, что у меня самая-самая первая встреча с ним была в 2005 или 2006 году. Но я тогда просто с ним конкретно не играл. Я просто пришел в клуб на концерт. Традиционный джазовый квартет. Они играли там стандарты. Вот, все. И потом Игорь меня представляет. И сейчас выйдет на сцену Олег Акуратов. Я говорю, давайте сыграем Love for Sale. Ну, любовь на продажу. Есть такое произведение. Известный джазовый стандарт Кула Портера. И очень интересная история была. Он говорит, сейчас мы сыграем композицию, которая называется «Любовь не купишь». А Яков Окунь говорит, любовь не кукиш. Это такая очень смешная история. Вот. А потом, ну, несколько песен спел. Но потом какое-то время я не играл. Ни с ним, ни с чем. Не сотрудничал вообще. Ни с его музыкантами. А потом он приехал в Ростов в 2012 году. И он там был. Он сейчас и есть. Он возглавляет жюри в конкурсе «Мир джаза». Ростове-на-Дону. Вот. Потом я там участвовал. И занял гран-при. Приезжал тогда Николай Левиновский, известный аранжировщик тоже нашего оркестра. С этого момента вы начали с ним сотрудничать? Вот там, да. И вот более подробно, более подробно я с ним как раз начал сотрудничать. Вот именно с этого момента. И он потом дальше меня взял в оркестр. Вот. И я стал так же сотрудничать и работать в его оркестре. И мы всегда и гастролируем. В данный момент по России. КОНЕЦ. 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 из хора Попова, партию сольную, духовное произведение, очень интересное, серьезное, Павла Чеснокова, который называется «Да исправится молитва моя, жертву вечерней». Там были такие звезды, как Роберто Аланьо, итальянский певец, Анжела Георгио, румынская певица. Этот концерт тоже один из знаковых, можно сказать. Скажите мне, пожалуйста, если бы была такая возможность, с кем бы вы хотели выступить, с каким музыкантом вы мечтали бы выступить вместе, на сцене? Ну, очень интересная история. У меня практически все мечты мои воплощаются. Это вы редкий человек, у которого все мечты воплощаются? Практически, да. С каждым годом все становится интереснее, интереснее, интереснее в моей музыкальной сфере, в моей жизни. Но никогда не играл с Элтоном Джоном. Это одна из мечт тоже. Элтон Джон – потрясающий музыкант. Его многие поколения очень любят, особенно молодежь. Понятно теперь, кто ваш идеал. Это один из. Он не один. Он не один у меня, потому что я очень люблю несметное количество музыки. Просто Элтон Джон – это не только он. Мне просто не нравится, мне вообще любая, но хорошая музыка. Любая, но хорошая. Знаете, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что страна, страна вас узнала в программе и после программы «Голос». Расскажите об этом этапе, о том, как вы попали в «Голос». Не горько ли вам, что в финале выиграли, не вы? Ну, с одной стороны, как-то было расстройство, но все-таки в душе я победитель, вроде как. Просто я был в шаге от победы. Я вам должен честно сказать, что с вашим стремлением к музыке и к умению победить сложности, вы в любом случае победитель. И это очень многие понимают. Спасибо. Спасибо большое. Расскажите все-таки о «Голосе». Такая очень интересная вещь. Все ко мне повернулись. Особенно, конечно, повернулся ко мне Сюткин. Да, я был в его команде. Как музыканту вам что-то дало это участие? Да, я думаю, что это вообще большой толчок в моей музыкальной карьере. Очень большой. Потому что, ну, во-первых, меня потом все стали узнавать везде. Где бы я ни был, очень многие меня уже узнают и в аэропорту, там, где угодно. В ресторане, в баре, в клубе, у Игоря Бутмана, в других клубах. Даже вообще во всем мире. Это на самом деле очень хорошо. Это мне приятно. Мне очень приятно. Скажите, помимо музыки, вот как вы воспитываете характер? Вы читаете, вы беседуете? Да, я очень люблю общаться. Очень люблю читать что-то. Очень люблю стихи читать. Мои самые любимые поэты – это Марина Цветаева, Анна Ахматова, Игорь Северянин. Судьба у этих поэтов каждая вообще различная, разнообразная. Она в то же время сложная, но очень интересная. Когда вы это говорите, я хотел бы обратить внимание, что ничего не может помешать человеку соединиться с искусством. Вот так как вы с ним соединены с поэзией, с музыкой, с литературой. Конечно, я пишу это. У вас библиотека? Я, конечно, все нахожу в интернете сейчас, в данный момент. Интернет все помогает. В интернете можно найти любую информацию, любое стихотворение, любую поэму и все, что угодно. Все, что угодно. И музыку в том числе, и картины. А правда ли, что ваш феноменальный слух очень помог вам в изучении языков? Я до сих пор этим занимаюсь. Самые основные языки это были, конечно же, английский и немецкий. Немецкий был в моей школьной программе. То есть вы благодаря аудиокнигам, аудиоурокам все это выучили? И так, и по системе Брайля тоже учился, читал на английском и на немецком языках. И потом стал петь. А петь потом уже стал я вообще на любых языках. Дело в том, что когда я нахожусь в какой-то стране, то я пою на языке той страны, в которой я нахожусь. То есть в Латвии я пою на латышском, в Индии я пою на хинди, в Америке, естественно, на английском, во Франции на французском, в Италии на итальянском, в Турции на турецком. Субтитры создавал DimaTorzok Я все понял. Вы улавливаете музыку языка. Да. Ну, вообще, и музыку языка, и смысл песни, о чем поется в этой песне. Вот, читаю переводы. И, конечно же, меня всегда приветствуют, и я всегда очень рад, что мне хлопают люди, когда я пою на том или ином языке. У меня к вам такой общественный вопрос. За последние годы, как мне кажется, наша страна сделала очень многое с точки зрения инклюзии, с точки зрения помощи людям, которые не видят или плохо слышат. Вы на себе это чувствуете? Да, я думаю, что я... Вот это продвижение страны в этом направлении. Ну, конечно же, я чувствую, как продвигается страна, как она развивается. С каждым годом все это быстрее, быстрее, быстрее идет, да. И я очень счастлив то, что это есть в нашей стране. Ну, вы чувствуете, что вам легче стало пойти в музей, в библиотеку, в концертный зал, что там появились какие-то приспособления для людей, скажем, у которых есть недостатки зрения? Конечно, конечно. Я хожу, кстати, вот иногда вот в какие-то такие очень интересные библиотеки, где есть нотная система Брайля, где очень много различных материалов. Материалов, учебников по этому замечательному шрифту Брайля. Олег, скажите, какую вы видите свою, скажем, жизнь через 10, 20, 30 лет? Кем вы будете? Чего вы достигнете? Я думаю, что я с музыкальной карьерой не сдвинусь, потому что мне очень это нравится. И самое главное, что музыканту надо, чтобы он занимался музыкой. Это инструмент, концерты, гастроли, поездки, различные, конечно же, общения с людьми, много всего читать. Как вы считаете, в своем родном городе, Ейске, самый известный человек? Вы знаете, в какой-то степени и да. Меня там уже многие знают, потому что я там одно время даже и работал у себя на родине. И работал я в оркестре джазовом. В Ейске есть свой джазовый оркестр? Да, он называется Есть Биг Бенд. Я там, я оттуда, конечно же, какое-то время работал, потом уже ушел. А потом я стал двигаться дальше. И в Ростове играл. И все дошло, наконец-таки, до Москвы. Скажите, пожалуйста, Олег, я всех спрашиваю в конце разговора о правилах жизни. У вас есть какие-то правила или правила жизни? Ну, они, конечно, бывают. И правило, и правило. Но мои правила, это заниматься музыкой, естественно. Радовать людей своим выступлениями, своими песнями, творчеством своим. И дай бог, чтобы они всегда слушали мою музыку и наслаждались, восхищались. И потом какие-то советы, какие-то вещи, они тоже взяли на себя на вооружение. То есть вы готовы уже учить людей? Да, а я на самом деле и педагог. В какой-то степени, да. Потому что я одно время работал в Ростове, преподавал. Преподавал в импровизации. Джазовую импровизацию. У пианистов, у вокалистов. В джазовой импровизации есть свои законы? Есть свои рамки и свои законы, так же, как и везде. Так же, как и в классической музыке, так же, как и в народной, и везде. Я хотел бы закончить наш разговор. Знаете, чем сказать вам, что многие люди, которые вас узнают и познакомили с вами, покорены двумя вещами. Вашей волей и вашим стремлением к музыке. Спасибо вам за это большое. Спасибо огромное. Счастья вам всем. Удачи. Низкий всем поклон. Смотрите ОТР и слушайте мою музыку. Спасибо. Night and stars, the shadow of above so bright, the mystery of the magic light, that shines upon a caravan. Starts creative, toimsystems in the sky. Hold me the journey, journey by. Ain't got no desert caravan. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...